Лиза, ну рассказывай, как там твой жених из интернета? Встречались уже? Да пару раз гуляли в парке, ничего такой, интересный. А что, он тебя даже в ресторан не пригласил? Да он сразу сказал, что предпочитает прогулки на свежем воздухе. Но цветы-то хоть подарил? Нет, он сказал, что цветы – признак мещанства и вообще это глупая трата денег. Видно, он пока не уверен в ваших отношениях, не хочет тратить деньги. Ну ладно, держи в курсе, подруга. Лиза два месяца уже общалась с Виталием. Приятная внешность, интересный собеседник, старше ее на 5 лет. Был женат, разведен, детей нет. Все как у Лизы. Была замужем, развелась, детей нет. С Виталием познакомилась случайно в интернете. Он ответил на ее комментарии в сообществе и понеслось. Слово за слово, много общих интересов, почему бы и нет. Живут, правда, в разных городах, но в наше время это не помеха. Машины у Виталия не было, не считал нужным ее заводить. Дорого стоит, да еще потом обслуживать ее, заправлять. Он прекрасно обходился городским транспортом. Лиза же, наоборот, жизни без машины не представляла. Немного пообщавшись в сети, Лиза решила, что можно созвониться, послушать голос друг друга. Виталий поинтересовался, какой у нее сотовый оператор. Оказалось, что не такой, как у него. «Знаешь, у меня тариф поминутный. Дороговато выйдет, если на другой тариф звонить. Давай через интернет позвоню. Это бесплатно». Голос оказался приятным. Обсудили погоду, работу. Лиза начала рассказывать о своей любимой кошке Маруси. «Лиза, во сколько же тебе обходится содержание кошки? Вискосы эти же дорогие ведь». «Ну, я не кормлю вискосом. Я покупаю хороший корм. Не дешево, конечно. Но что делать? Зато Маруська моя хорошо выглядит и здорова. Она ведь мне как родной человек». «Ну, не сравнивай. Это всего лишь кошка». Не понимал никогда бешеной любви к питомцам, да еще такие деньги тратить на них. Лизе было неприятно это слушать. «Ну да ладно, все люди разные». Через неделю Виталий написал, что может к ней приехать. Знакомый едет в ее город, и он бесплатно может доехать. Ночевать останется у этого знакомого. Лиза согласилась. Они встретились в парке, погуляли, вдоволь наговорились. На следующий день снова прогулка в парке, и он уехал. Вроде неплохой, но Лизу что-то смущало в нем. Через месяц Виталий пригласил в гости Лизу. На своей машине ехать она не хотела. Поехала на электричке. Виталий ее встретил на вокзале. Без цветов. Ну, что поделать, не любит он их, видимо. Лиза сказала, что хочет перекусить. «А пошли в супермаркет. Там как раз акция сегодня. Затаримся. Придем ко мне и что-нибудь приготовим. В кафе цены такие? Ужас!» В магазине Виталий брал все только с ценником по акции. Йогурты, фарш, немного примятые помидоры. «Глянь, цены какие хорошие. Срок годности истекает. Вот и снижают цены. Я стараюсь всегда так брать. До последнего жду, когда акции начнутся. Очень бюджет экономится. Так, смотри, шампанское со скидкой. Надо взять. Романтик вечером устроим. Ты конфеты любишь? Смотри, какие дешевые. Надо взять. А ты что взяла? Колбаса это очень дорогая. Зачем? У меня краковская дома есть в холодильнике. Ничем не хуже этой. И вообще, знаешь, я очень выгодная партия. Не пью, не курю, лишнего не трачу, все деньги в семью несу. Единственное мое увлечение – интернет. Люблю там посидеть. Ну, ты и сама такая». Лиза промолчала. Ей что-то было страшно ехать к нему. «Ну, ждем маршрутку. Ехать до дома минут 30. Может, такси давай вызовем? Сейчас час пик, народу набьется в эту маршрутку. Ты что, знаешь, как дорого на такси? Лишние деньги, что ли, выкидывать на такое? Ничего, я оплачу, ты не переживай». Квартира Виталия поразила чистотой. Мебель была не новая, можно даже сказать устаревшая. Мебельная стенка с хрусталем и везде портреты Виталика. Он всю жизнь прожил тут с мамой, которая не стала полгода назад. «Смотри, вот ванная, вот кухня, спальня. Постарайся воды много не лить, когда в душ пойдешь. Сейчас сцены такие. Ужас!» Моя бывшая полную ванну любила набирать, ругались постоянно. «Зачем такой расход?» Моя мама за сердце хваталась каждый раз, когда счет приходил. «Пойдем на кухню, покажу, где что. Нажарь котлеток, салат сделай. Удачно все-таки я купил продукты, в половину цены почти. Ну, занимайся. Я пока отдохну немного, устал что-то. Может, вздребну часок? Разбуди потом, как готово будет. Хочешь, йогурт вот возьми, перекуси пока». Виталий ушел в комнату. Лиза тихонько взяла свои вещи и пошла к выходу. Купленную колбасу она оставила в холодильнике. Пусть порадуется. Приехав домой, она пошла в душ. Лила воды столько, сколько хотела. Ее разобрал смех при воспоминании о Виталике. Вот же свела судьба. Сколько же нюансов при личной встрече. В интернете этого не увидишь. Какой человек на самом деле? Ему отправила смс, написав, что она очень неэкономная и вряд ли у них что-то получится. На что он ответил, что зачем тогда он потратился и накупил много лишнего. «Ну, подруга, когда замуж? Когда акция будет? Хорошие женихи, недорого, тогда и выйду». Шучу я. Виталик научил экономить на всем. Ну, его это замужество. Мне и одной неплохо. Хочу халву ем. Хочу пряники. Помнишь, как Тося в фильме говорила? Буду жить в свое удовольствие. А выгодных женихов, как называет себя Виталик, пусть другие забирают. Мне не жалко. Дорогой слушатель! Все истории на канале, взяты из писем обычных людей, из открытых источников интернета. Если вам понравился наш канал, просим поставить лайк, подписаться на него и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.